Добро пожаловать на просмотр видео на ваших экранах OneState, с вами я, Данич. Что ж, в предыдущем видео я снял краткий обзор на данный проект и объяснил, что он из себя представляет. И, должен сказать, многим эта тема очень зашла. Что ж, вот подсказка на предыдущий видос. Кто не в курсе, посмотрите, что это за проект. Что ж, думаю, самое время начать снимать, так скажем, бытовые видосы. Что ж, сейчас мы поедем сдавать на права. Конечно же, нам нужна машина. Чтобы иметь машину, нужны права. Благо, разработчики предусмотрели такую тему, как передвижение по городу. Для новичков это проблемная тема. Пешком бегать как-то не очень, поэтому здесь есть такие вот скутеры. Что ж, ставим отметку до автошколы с помощью карты. В общем, простраиваться маршрут, должен сказать, это очень удобно. То есть, смотрите, бесплатный скутер всем дается изначально. Не нужно бегать пешком, садишься на скутер, он едет 45 км в час. Это достаточно хорошо. И в любую точку карты мы спокойно можем ехать и никто нам не мешает. Что ж, кстати, на карте, да, есть светофоры, они работающие. Поэтому мы будем стараться соблюдать правила дорожного движения. Вот тут как раз-таки желтый светофор. Ой-ой-ой, поэтому нужно будет сейчас, ух ты, притормозить. Тут чувак, видимо, на права не сдавал, он их купил. Кстати, да, здесь можно права купить через меню, насколько я помню. Но я, честно, не знаю, но по сути это должно быть дороже, чем сдавать на права. Но мы, конечно же, будем сдавать на права, так как это, так скажем, более рпшно, нежели чем просто банально покупать права. Так, что тут произошло? О, куда? Это что сейчас было? Вот, кстати, я вот говорю, этот чувак явно купил права, потому что он вообще водить не умеет. Он тут вообще поперек всей карты ездит. Что ж, кстати, довольно быстро мы доехали. Тут уже совсем маленькое расстояние остаётся до автошколы. Там есть права разных категорий. Это как раз-таки на владение легковым транспортом, потом автобусами и грузовиками. А на владение мототехникой, так скажем, скутерами. Это право выдаётся изначально всем вместе с самим скутером. Что ж, вот мы и приехали в автошколу. Вот она. Кстати, смотрите, мы не первые, кто приехали сюда. Тут помимо нас ещё три скутера стоят. Что ж, пополняем эту коллекцию скутеров. И сейчас будем сдавать непосредственно автошколу. Вот категория D. 9 тысяч долларов, получается, мы потратили на права. Что ж, сядьте в машину. Хорошо, без проблем. Кстати, это, как понимаю, наподобие что-то Toyota Prius, если я не ошибаюсь. Так, включите свет и двигатель. Хорошо. Время движения информируйте. О, тут ещё поворотники нужно включать. Ну, хорошо. Получается, у машины нужно включить свет, двигатель и поворотники. Так, это правый поворотник. Здесь они своеобразно включаются. Поэтому нужно будет открывать вот менюшку. Кстати, она довольно удобна, но я думаю, на большой скорости поворотник не будем успевать включать. Вот только на маленькой скорости. Что ж, кстати, управление я выбрал... Так, это что такое? А, ну хорошо. Я знаю, что по встречке опасно ездить. Но я не собирался по встречке ехать. Кстати, вот управление. Я сейчас выбрал джойстик. Ещё есть управление кнопки. Но мне как-то, честно говоря, джойстик больше понравился. Вот очень бы хотелось видеть в игре акселерометр. Я думаю, очень многие этого хотят. И его здесь действительно не хватает. Он бы здесь точно не помешал. Пропускайте транспорт на главной дороге, получается. Ну хорошо, а тут игроков, я смотрю, нету на данном перекрёстке. Поэтому, я думаю, можно спокойно выезжать. Я опять забыл включить поворотник. Получается, сейчас кружок такой сделаем вокруг автошколы. И думаю, на этом всё интересно, будет ли какая-нибудь тестовая часть. Или чисто только практика по городу. Не будьте помехой на дороге. Хорошо. Опа. Вот эта штука появилась и управление потерялось. А чуть в соседний штат не уехал. Ну ладно, немного. Но на РП, конечно, есть. Но я стараюсь максимально отыгрывать РП. Вроде как. Прям аккуратненько поворачиваю. Оп-оп-оп-оп-оп. Почти боком зашли, кстати. Ну и что, получается, мы приехали обратно в автошколу. Довольно быстро прошёл экзамен. Я думаю, нам сразу же сейчас дадут права. И нам не нужно будет ещё что-то выполнять. Ну и финишная. А, ну не совсем финишная. Нужно ещё под навес заехать. Вот теперь, я думаю, точно финишная прямая. А, ну да, всё. Это последняя точка. Экзамен на получение лицензии. Так, хорошо, я понял. Сейчас нам нужно, получается, пешочком вернуться туда, откуда всё началось. Всё. Двигатель не заглушил фары, не выключил, так и бросил Тойоту. Что ж. О, всё, награда. Я получил права желаемой категории. Так, а где мой скутер? А он, наверное, на соседнюю парковку эвакуируется. Ну ладно, тогда сейчас я добегу до скутера непосредственно. И мы с вами поедем в автосалон. Здесь, напомню, два автосалона. Это стандартный и премиум класса. Я не вижу смысла соваться в премиум с 20 тысячами долларов. Поэтому мы поедем в самый обычный салон. Сразу же я поставлю метку на карте, чтобы маршрут выстроился. И нам было удобнее доехать. Да, ехать довольно далеко по городу. Вот он, в самом низу находится, этот автосалон. Что ж, всё, точку я поставил. Но сейчас мы с вами встретимся уже по дороге в автосалон. Что ж, большинство пути я вырезал, чтобы не занимать ваше время. Мы уже на подъезде. Ух ты, ничего себе. Это Ламборджини Хуракан. Не завидую я сейчас водителю этого Приуса. Да. Ему, по-моему, сейчас придётся отдавать всю свою машину, чтобы починить эту Ламборджини. Так что ж, всё, мы приехали. Здесь тоже игроки приехали. Не только мы тут хотим приобрести дешёвую машину. Так, семёрка есть. Есть Нива. Но я не знаю, я не очень хочу автоваз как-то приобретать, честно говоря. Но они как бы прикольные, но в то же время, не знаю. Есть, кстати, и тоже Тойота Привус. Но, не знаю. Дефолтная иномарка такая. Есть ещё Бэха. Но она какая-то дорогая. Тратить большинство своих денег мне на неё не очень хочется. Ну, кстати, Тойота прикольная. Не знаю. От семёрки она всего лишь отличается на одну тысячу долларов. Поэтому, я думаю, лучше взять иномарку. Но вот в таком цвете она довольно неплохо смотрится. Необычно. Ну, такой синий-голубой цвет. Так. Ну, не знаю. Чё у неё по характеристикам, кстати. Ну, сцепление хорошее, бездорожье, управляемость, скольжение плохое. То есть, не подрифтовать на ней. Ну, я, честно говоря, не знаю. Какие тут ещё есть машины? Бэха, я уже сказал, не хочу. Это у нас что-то. Мазды, Ауди, дорогая. Это что такое? Ух ты. Шесть тысяч долларов, серьёзно? Не, ну, ооо. Вот всё. Всё, я беру вот это. Она стоит дёшево и выглядит, блин, куда круче Toyota Prius. Посмотрите, какая баржа просто. Какой цвет? Ну, красный пусть будет. Ну, смотрите, красный цвет довольно ярко смотрится. Поэтому, думаю, именно в таком цвете я её и возьму. Характеристики, возможно, похуже. Но, во-первых, цена куда приятнее. Всё, я приобрёл машину. Первая машина на One State. И это будет вот такая вот баржа. Что ж, я буду её баржей называть. Потому что, посмотрите на её размеры. Она по длине, ну, не знаю, наверное. Чуть короче Maybach будет. Что ж, сейчас немного отъедем, чтобы ни мы, ни нам не мешали. Так скажем, посмотрим, на что способна эта машина. Ух ты. Ну, я думаю, она способна дрифтовать. Она прям так жёстко шлифует. Не, ну, прикольная машина. По управлению нормально вроде. Ну, видно, она немного идёт в раскачку. Потому что, опять же, скажу, что она очень большая. О, кстати, какой-то игрок всё-таки купил Prius. Ну, не знаю. Да, он новее. Да, это, ну, как бы, современная такая иномарка. Дороже. Характеристики лучше. Ну, блин, вот скажите, вот что по внешке лучше? Вот это Prius или вот эта машина просто? Что ж, ну, я думаю, время подвести некий итог. За сегодняшний видос мы получили права и купили свою первую машину на OnState. Я думаю, ещё многие скажут, что можно купить скин. У меня же ещё остались деньги. Но я не вижу в этом смысла. Это, по сути, пустая трата денег будет на данном этапе развития. Так как у меня и так есть уже довольно хороший скин. И тратить на него деньги я просто не вижу смысла. Кстати, Drifted, он довольно-таки хорошо. Вот его побыстрее разгонишь, и он прям в поворот может выйти идеально. Кстати, к сожалению, нельзя у первого лица посмотреть, как выглядит салон. Но вижу, что он довольно детально проработан. И это однозначно радует. Что ж, ну, в этом видосе у нас появились первые права. И первая машина. Кстати, у нас в гараже теперь, получается, есть скутер и машина. Это такой вот универсал, наверное, с 90-х где-то. В следующем видео, думаю, мы устроимся на первую работу и заработаем первые деньги. Так как на чём у нас передвигаться теперь есть. Ну и на этом, собственно, всё. Ссылочка на скачивание бета-теста. Причём, скажу, стать участником бета-теста может любой человек, абсолютно любой, у которого Android или iPhone. На iPhone её тоже можно скачать, не возникнет никаких проблем. То есть, игра поддерживается как на Android, так и на iOS. Это довольно редкий случай, кстати. Поэтому владельцы айфонов не выпускаете свою возможность. Что ж, я так вот на парковочку встану возле магазина по красоте. На этом всё. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео или на стриме.